Казахстан Казахстан занял третье место в мире после США и Китая и составил 8% от общего рынка. Как оказалось, отрасль просто развивалась сама. Но произошло то, что так долго обсуждали. Государство вмешалось. Теперь мощность электроустановок майнеров будет ограничена одним мегаваттом на два года. При суммарной мощности 100 мегаватт по Казахстану. Что это означает? Это означает конец отрасли, потому что майнерам не нужна ферма на 1 мегаватт. Там нормальные фермы начинаются с 500 мегаватт. То есть государство фактически запретило новые фермы и может еще будет ограничивать действующие. А это мощный удар по самим майнерам, а еще и энергетикам и угольщикам, считает автор канала. А ведь именно сейчас из-за запрета майнинга китайские и российские майнеры хотели как раз переместиться в Казахстан. И купить на долгую перспективу 2000 мегаватт. Четверики пишут, что создавая майнинговые фермы, и вовсе в первую очередь необходимо учитывать экологическую составляющую. Совокупное количество энергии, затрачиваемое на майнинг, самые известные крипты уже превышают уровень энергопотребления в 159 отдельных стран по всему миру. Например, в одной лишь Европе более чем 20 стран довольствуются меньшим количеством энергии, чем нужно для майнинга криптовалюты. Если бы майнеры объединились в одну страну, то она заняла бы 61 место в мире по объему энергопотребления. При этом уровень энергопотреблениями постоянно увеличивается. В Казахстане и без ферм прогнозировали дефицит электроэнергии к 2023 году. Ну и завершают это обсуждение инстаграмеры. Все мы болеем за цифровизацию и развитие страны. И желаем ей в этом вопросе только счастечка и здоровечка. Но наши чиновники подходят к вопросу, куда рациональнее эти ограничения, может, кого-нибудь уберегут от вложения в крипту, которая ничем не подкреплена и имеет определение фиатные деньги. И добавляют, что все это было ожидаемым и очевидным. Уже давно говорили о том, что операции с криптовалютами должны облагаться налогами по аналогии с операциями с финансовыми инструментами. Так что теперь мы явно будем двигаться не к развитию крипторынка, а к попытке зарегулировать этот сегмент. Для нас такая позиция закономерна, но для тех, кто хочет оцифровать системы, не совсем. И тема цифровых систем в эти дни накрыла соцсети. По всей планете рухнули Инстаграм, Фейсбук и один зеленый мессенджер. Не грузились фотографии, нельзя было отправить голосовое сообщение. Паника. А в теплом и уютном Телеграме смотрели и с любопытством наблюдали за конвульсиями цукербергских детиш. За ночь голубой мессенджер набрал 50 миллионов новых пользователей. Ожил Твиттер, поднялись рейтинги ТВ. На то, что соцсети упали, сетевики отреагировали забавно и констатировали. Самое страшное в отключении Фейсбука – невозможность поделиться этим в Фейсбуке. Твиттериане шутили. По неподтвержденным данным, Марк Цукерберг приостановил по всему миру работу Фейсбука, Инстаграма и Ватсапа в знак протеста против требования правительства Казахстана открыть филиалы интернет-гигантов на территории Казахстана. Сбои вообще повеселили пользователей мессенджеров. Если бы Цукерберг открыл сети СТО в Нурсултане, а не занимался ерундой, то сегодня он заработал бы кучу денег. Мират Шекенов публикует уже традиционные новости. Крупная утечка данных после сбоя. Информация о полутора миллиардах пользователей соцсетей выставлена на продажу на одном из хакерских форумов. И если кому интересно, что произошло, ЗТБ Казахстан сообщает. У Фейсбука очистились ДНС-записи на доменах. То есть больше нет никакой связи, доменное имя – сервис. Стопроцентное восстановление этого дела по всему миру займет эдак недельку. Надеемся и ждем. Сетевики считают, что вокалист из Казахстана на детском Евровидении в этот раз снова может стать одним из лучших. Прием заявок на участие в конкурсе завершается сегодня. Национальный отбор проходит в четыре этапа. И включает в себя сбор заявок, отбор 30 сильнейших участников, онлайн-голосование на сайте Хабара и итоговое голосование. Кстати, именно на третьем этапе песни претендентов выкладываются в интернете для голосования. Поэтому повлиять на мнение отборочной комиссии может каждый. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Субтитры создавал DimaTorzok